Всех с праздниками! С Новым годом! Уже со старым Новым годом! Да, все закончилось, мы вышли с каникул, начинаем обсуждать самые интересные события. Ждем 23 февраля, уже народ... Нет, еще перед ним 14 февраля. Это праздник, я имею в виду отдыхать, чтобы отдохнуть чуть-чуть. А, следующий праздник, который будет выходным, да-да-да. В новом формате, немножко измененном, но тем не менее, начнем с первой главной темы, так сказать. Год еще только начался, а у нас уже главные события года произошло. 15 января Владимир Владимирович Путин, федеральное собрание, то есть всех министров, чиновников, депутатов Госдумы, губернаторов, Совет Федерации, то есть всех-всех-всех, даже были приглашены, среди которых оказался еще и глава администрации Алексей Викторович Голубев, на котором были озвучены несколько очень важных, новых направлений жизни нашей страны. То есть, о чем еще может говорить президент, кроме как не о чем-то более важном, чем о России. Я тут вот для себя поделил его на такие две части. Первая часть — это социальное, вторая часть — это государственное строительство. То есть, социальное — это то, что полагается нам, гражданам. Значит, госстроительство — это то, что касается работы аппарата чиновников, начиная с президента и заканчивая последнего чиновника в администрации какого-нибудь города или муниципалитета. Это неважно. В общем, смысл в том, что первая часть очень позитивная, хорошая, то, что теперь материнский капитал распространяется и на первого ребенка. Вообще, прям рожай стимулирует рожать уже первых. Много знакомых, которых планируется уже. То есть, ребенок в 2020 году, и тут 15 января выступление президента. Причем с 1 января 2020 года. Причем многие так как-то рассуждали над тем, что ну вот, ну и что, Игорь, дадут, а потом за второго всего лишь 150. Я говорю, ну извините, да, чтобы получить даже ту сумму 600, да, ее проиндексировали, там 4,60 с чем-то было, да, сейчас там 600 с чем-то. Вам нужно было ждать второго ребенка, и то есть пойти на этот шаг, на второго ребенка, и тогда вот только получается. А тут уже за первого как бы уже основная сумма. Я думаю, это вот прекрасное решение. Это очень позитивно, но смотри, давай подумаем, на что его можно потратить. Там еще за третьего, кстати говоря, положено 450 на ипотеку, и того в целом получается порядка миллиона рублей на семью с тремя детьми. И если учитывая, что эти 600 тысяч можно потратить на ипотеку, там ипотека, образование, пенсионное обеспечение матери, соответственно получается, что это такое, ну не пособие, но взнос в самое главное и самую большую ценность для, будем говорить вообще в целом, россиянина, семьи, в жилье собственное. Ну это, по сути, самая главная цель сейчас у любого там молодого человека, молодой семьи, это собственный угол, собственная квартира. Причем выкупленный, собственно, полностью. Да, да, конечно. Не вот, что ипотеки, он там 50 лет, а именно, что погашенное. Главное, чтобы не дошло до такого, что за попытку. Попытка не считается. За попытку вам пятнашечку тоже как бы это вытянем. Ну, кстати, Гра, почему бы не сделать это? Бесплатное ЭКО. Ну, такое. Ну, в принципе, для многих людей ОМС. Такой актуальный. Да, многие, на самом деле, может быть, и не могут. Хотели бы, да не могут. Хотели, ну да, и финансов не хватает. Почему бы не сделать эту услугу в рамках обязательного медицинского страхования? Ну, ты не можешь женщин медицинский показать, или не мужчин. Ну, понятно, да. Пожалуйста, по полюсу ОМС. А там еще 450 потом за первого. Нормально так. Ну, так его же все равно. Не, ну, с другой стороны, идея имеет место быть, да? Правильно, как бы. И очень тоже такой злободневный вопрос, по-моему. Вообще очень даже. Поэтому, может быть, многие хотят, но не могут. Да. Второе, и я считаю, что тут, может быть, даже Саров поучаствовал, да, в решении этой проблемы. Как ты знаешь, год назад у нас многие социальные выплаты отменились в Сарове. В том числе была очень большая проблема касательно отмены бесплатных завтраков в школах. Там был, конечно, ну, серьезный, как бы, ну, не будем говорить социальный, да, но напряжение определенное создалось в обществе, в Саровском, да, что вроде, как же так, вы там отменяете, исключаете эти расходы из бюджета. Но мы обязаны были это сделать. У нас об этом, как бы, обязало нас это сделать федеральное правительство, Минфин. И тут вдруг Владимир Владимирович. В какой-то момент появились вот эти школьные магнаты, которые у родителей стреляли на завтраки денег, да, и на обеды. То есть, ну, там, вот тебе 100 рублей на завтрак, там, 150 на обед. Так, и? Ты просто не ешь в школе, у тебя уже 250 рублей. И за 4 дня уже? Рубль, ну, тысяча рублей, ты спокойно мог что угодно, потом выходные, там, развлекаться. Да, конечно, похудеешь немного, потому что еды не хватает. Заработаешь гастрит. Да, а сейчас, возвращая бесплатные завтраки. То есть, уже уровень доходов школьников падает. Средне статистического, прошаренного школьника уровень доходов попадет. Хорошее наблюдение, да. Но, вот, интересно, да, правильно ты анонсировал, значит, Владимир Владимирович в своем послании озвучил, что возвращается школьное питание до четвертого класса. До начальной школы. Да, в начальную школу, бесплатные завтраки. В средней школе, как бы, тебе уже и возраст позволяет, иди работай, зарабатывай. У меня все-таки стойкое ощущение, что вот весь год, в течение которого, вот, 19-й, в котором мы пытались решать эту проблему, сюда приезжал Совет Федерации, на нем был озвучен, ну, член Совета Федерации по развитию как раз местного самоправления. И мы эту проблему тоже озвучивали. То есть, как-то, видимо, эта история дошла до Владимира Владимировича, дошла до нужных тех, кто пишет, может быть, ему эти предложения, да, в этом послании. И ведь, будем говорить так, нигде этого не было, нигде не сохранились бесплатные завтраки, да, и мы, может быть, были таким последним оплотом, да, где эти... Ну, правда, у всех. Сейчас-то только до четвертого класса, а у нас-то были всем. До 11, да. А у нас-то были всем бесплатные завтраки. Ну, хоть что-то, да? Ну, уже, да. Я думаю, еще, знаешь, один из возможных вариантов, и как предложение, может быть, его озвучить, что дать возможность муниципалитетам выбирать. Или сделать большие порции, чтобы кормить еще и среднюю школу. Двойной, да, вот так, ложкой, и двоим сидишь, ешь. Ну, почему бы муниципалитетам не самим, например... Готовить? Ну, почему? Финансировать эти расходы. А, финансируете им, да. Да, то есть, вот мы хотим, мы финансируем, а так получается, что мы не можем, но хотим. То есть, вот по закону мы сейчас не можем, но у нас есть желание, были деньги, были возможности это делать. Вот, но не получается. Понятно. То есть, вот дать им муниципалитетам самим выбирать. Ну, то есть, это опять же нужно какие-то поправки в закон. Опять же, да. Возвладательные какие-нибудь эти путешествия. Да, ну, вот разговор идет о том, что муниципалитетам дадут дополнительные усилия, да и губернаторам тоже. Поэтому, конечно, послание такое, оно вроде бы всего-то час длилось, да, но вот первая часть... Емкая. Очень емкая, очень емкая. В том числе, там и касалось и вузов. Особенно мне понравилось уже во второй части послания, когда вопрос стоял о изменении Конституции, внесении, перераспределении части полномочий между разными органами власти, наделить дополнительные полномочия парламента по утверждению премьер-министра и министров. И заместителей, соответственно, премьер-министра. Это же было одно, только согласовывало и только премьер-министра, то сейчас полностью, начиная с назначения, ну, то есть, вносится кандидатура, Дума ее утверждает, и это... Она же автоматически согласовывает. Да, то есть, это, по сути, как обязанность президента уже ее утвердить в должности. И, соответственно, и министров тоже. Я нет, сказать не могу, потому что уже люди... Да, потому что Дума уже утвердила. Не, ну, а серьезно, смотри, ведь как работают, по сути, многие парламентские республики, да, потому что у нас теперь, получается, с чисто президентской, вот сейчас мы, получается, медленно перетекаем в вторую часть, да, послания, вот по разме, мы перетекаем в такую президентско-парламентскую республику, то есть, реальный сдвиг в сторону Совета Федерации, в сторону Государственной Думы. Ведь, если партии выиграли или получили какое-то количество там мест, да, в той или иной Государственной Думе или там Совете, ну, я имею в виду, если брать за рубежные страны, они назначают, то есть, кто победил в выборах, какая партия, там назначают премьер-министры. Если им не хватает, например, там, голосов, да, для того, чтобы единолично сформировать пакет, ну, портфель, точнее, министров, там, и так далее, да, кабинет министров, то они берут с собой в коалицию. А что нужно сделать, чтобы взять с собой? Поделиться местами. Значит, там, министр транспорта вам, значит, Минфин вам, значит, Минэкологии, там, еще кого-нибудь. И вот так вот распределяются. То есть, соответственно, где-то из каких-то партий, там, министрами идут разные члены тех партий, да, которые, соответственно, в этой Думе и находятся. После оглашения послания, значит, кабинет министров Медведева подает в отставку. Прямо вот через три часа после оглашения послания федеральному собранию. Сами подают. Вот сами, вот прям, вот прям, да. Но многие источники в интернете пишут, различные телеграм-каналы в том числе, что правительство-то было и не в курсе, пока заслушивали послание президента, что они уходят в отставку. То есть, Дмитрий Анатольевич уже после узнал, как ты знаешь, он встречался практически сразу, узнал о том, что, значит, они все вместе уходят в отставку, и в четыре часа уже вечер и озвучил. По поводу, когда распустили правительство, у меня подруге пришло сообщение, ну, с рабочего там, как-то они писали, может, анкеты куда-то заполняли, именно, что там моментальное сообщение, в этот же день, вечером, что, да, в этот же день приходит, что открыта вакансия, премьер-министр Российской Федерации. И, заходя там по этой же ссылке, там прям было написано условия приема на работу, что условия – это зарплата белая, то есть, оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, персональный кабинет с видом на Москва-реку, и последний – проезд от места проживания к месту работы без пробок. Вот такие были. Слушай, это, может быть, шутка какая-то была? Ну, не знаю, компания, ну, может быть, шутка, но суперджоп. А, это суперджоп пошутил. Да, да, да. Ну, вот мы просто на эту тему тоже, как бы, обсуждали, что уже моментально схватили, но и прям буквально же почти, наверное, в этот же вечер, да, на следующий день утром уже объявили. Да, 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 ну, уже в тот же день, уже, получается, где-то часов в семь или полседьмого уже была известна, названа уже фамилия приемника. На самом деле, мы поинтересовались вашим мнением, дорогие зрители, провели опрос среди жителей города Сарова, как они относятся к отставке правительства, к посланию президента, поэтому, Лена, тебе слово. Знаете, меня сейчас все устраивает. Правительство ушло в отставку. Правильно, неправильно сделал Медведев? Да, давно была пора. Медведев это не сделал, это ему сделали. Да? Конечно, я же ему сделала, а не он бы не ушел. Чтобы он ушел в отставку? Вы что, смеете, что ли? Что-то там не то, потому что, если чего ради, вдруг он подал в отставку. Я не жду от этого, тоже ничего хорошего. Вы слышали, что кабинет министров ушел полностью в отставку? А, да, это я слышала. Всех их разогнать. Ваше мнение, да? Да, да, я согласна, мы рады. Вот, это я слышала, и всех их разогнать, набрать новых. Вы опели послание президента Деревого собрания? Ну, так, отрывками какие-то. Отрывками как относитесь? Странно, конечно. Что странно? Президент странный, послание странное? Нет, послание, наверное, странное. Да? Да. Хорошо. А отставка кабинета министров не странная, нет? Все хорошо? Ну, да, тут же странно, наверное. Вам же тоже кажется странным. Надо было это сделать или зря? Ну, не знаю, мы не политики, что ли. Нет, ну вам жить, вам сколько лет? Ну, скорее всего, да. Мне кажется, что да. Нужно было отправиться? Мне кажется, что да. Послание Путина по федеральному собранию. Смотрела? Слышала? Нет. А что не смотрела? Не интересуешься? К экзамену готовилась. Смотрели вы послание президента федеральному собранию? Да. Да? Как к этому относитесь? Есть ли надежда на светлое будущее? Я думаю, что есть. Какой народ, такая власть. Слышали, да, что медведь в шоу у вас как-то? Да. Как к этому относитесь? Ну, в принципе, положить не надо. Что ждете от нового правительства, так сказать? Переменку лучшему. Хотелось бы верить, что о том, о чем говорится, о том же и думается. То есть вот так. Я бы сказал. Ну, вот, собственно говоря, жители, скажи свое слово, кто-то верит, кто-то надеется на изменения, кто-то верит в лучшее, кому-то и так хорошо, в общем-то, живется. И я даже, можно сказать, согласен с этим, что, в принципе-то, и не вот тебе прямо у нас так все плохо. Казалось бы, есть, конечно, над чем работать, как говорится. Но по поводу нового премьер-министра уже назначенного, Государственная Дума уже проголосовала за его кандидатуру, согласовала его пока еще только. Вот такая новость. Это, конечно, все знают. Михаил Владимирович Мишустин, глава федеральной налоговой службы, долгое время занимался. При нем, кстати, очень хорошо налоговая служба поднялась с точки зрения сбора налогов. То есть очень большую эффективность показала на этом месте работу. Интересный факт. Ведомости пишут, что он, оказывается, у нас автор музыки, музыки, нескольких песен Григория Лепса. Опа! Да. Вот такой творческий человек. Значит, что в реестре российского авторского общества числятся песни «Зола» и «Настоящая женщина». Значит, две эти песни, исполняемые Григорием Лепсом. Александр Вулах, если я правильно называю, автор стихов, значит, и Михаил Мишустин, автор музыки. Соответственно, Григорий Лепс – исполнитель. И он, вот, Александр Вулах уже подтвердил ведомостям, что действительно Михаил Мишустин, глава ФНС, на тот момент, действительно написал музыку. Ну, вот представители Лепса опровергли это. Вот, но, на самом деле… Я, честно, вот не слышал такие песни у Лепса «Зола». «Зола» с недавнего альбома 2016 года «Апгрейд». А, то есть, ты даже прям свежая пачка. Значит, на альбоме «Пенсне» в 2011 году песня «Настоящая женщина». Вот, ну, а Михаил Мишустин не только знаменитым написанием музыки, да, к песням, он также, в принципе, входит в попечительский совет паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров». На минуточку. То есть, теперь у нас в попечительском совете есть целый премьер-министр. И, мало того, я не знаю, правда-неправда, еще был дом бывшего премьер-министра Дивеева. Был? О, я не знаю. Был. Не знаю, как бы вот все говорить, что там какой-то дом где-то стоит. Мне кажется, премьер-министра, второго человека в стороне, везде есть дом. А, ну, понятно. Куда не приедет, везде дом будет. Ехали-ехали, очень долго решил остановиться. В общем, смысл в чем? Хочу вот это. Да. Глеб Сергеевич Никитин, мы с тобой обсуждали, завел Инстаграм. И в своем Инстаграме он поделился фотографией, как вместе с Михаилом Мишустиным он закладывает камень в мае. Пишет музыку. Нет, в мае 19-го года закладывает первый камень в закладке храма в честь иконы Божьей Матери, живоносный источник в Сарове, на территории Успенского мужского монастыря. Значит, чин закладки совершил митрополит Нижегородский. И вот там фотография, мы сейчас ее вам покажем. Фотография, как, значит, они кладут цемент в первый камень. Вот я сейчас благодаря, вот такая мысль возникла. Вот смотри, через какой-то там период, ну лет, возьмем так, через 40, да, потому что, скажем так, социальная сессия появилась недавно, фотоаппарат хороший на смартфонах. Вот лет через 40 у нас появляется там, ну, не знаю, можно ли так говорить, новый президент, ну, все, что может быть там, новый президент, новый премьер-министр. Вот что будут делать вот его друзья по детству, вот одноклассники, ведь они же будут выкладывать не то, что они камень какой-то заложили с ним там, а намного более провокационные вещи, я думаю, будут появляться в интернете. А может быть у них, у его родителей был инстаграм в свое время, и там фоточки, начиная с рождения, знаешь, с сердечками. Вот я имею в виду, вот через какое-то время, ведь это же будет всплывать, вот прям. Вот прям сейчас какие-то родители постят фотки своего там двухлетнего сына. Голенький бегает по пляжу, вот смотрите, он там бьет телени ведром, ну, такие милые, ну, и потом же, а он потом защитником животных, например, там, какой-нибудь возглавляет организацию. И там же сразу, это очень, я думаю, такое, это все-таки. Новые технологии очень сильно проникают. Могут неплохо так это, репутацию нанести вред, особенно если друзья, которые, знаешь, ну, как бы, ты что-то нас забыл, да мы там во дворе такое, там, что мы в подъезде там творили, ну, и пойдет. Селфи из клубов. Да, вот эти, причем в неподавающем состоянии может вытекать. В общем, получается так, что новый премьер-министр еще, то есть и первая часть послания с нами связана, и отставка правительства тоже, получается, наши люди, как говорится, везде. И вообще само вот это послание к федеральному собранию было еще при участии нашего главного администрации. Нашего главного администрации, по-любому, он там не обошлось без него. Везде это, и еще плюс на фоне Кремля очень много саровских фотографий делают, везде как бы это. Ну, и, в принципе, еще больших интересных новостей в нашей традиционной рубрике Телеграм, поэтому, Наташа, тебе слово. Если очень долго ждать, то можно увидеть, как глава Роскомнадзора Александр Жаров регистрируется в заблокированном им Телеграме. Депутат Госдумы Алексей Журавлев обвинил США в аномальной теплой зиме в России. Говорит, что американцы климатическое оружие испытывают. Между тем, пропавший снег был замечен на северо-западе Саудовской Аравии. А в Липецкой области чиновники решили закрыть филиал областной станции «Переливание крови». Всем врачам и медсестрам предложили устроиться тректористами. Благодарительный фонд «Улыбка ребенка» потратил 45 миллионов рублей. Никогда не угадайте на что. Думаете на помощь детям? Или, может быть, инвалидам? Подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации? А вот и нет. На самом деле фонд заключал договоры добровольных пожертвований с приходом церкви в честь Преображения Господня. Деньги передавали для восстановления Спаса Преображенского храма и часовни в честь Архангела Михаила. Суд деятельности организации прикрыл, но ушлые ребята не растерялись и уже открыли новую некоммерческую организацию. А потому что церкви деньги нужны. Депутат Сергей Вострецов предложил обязать домохозяек платить налоги. Он отметил, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории. Но, цитата, за пособиями в поликлинике они первыми ломятся. А потом мы удивляемся, почему у врачей и учителей зарплаты маленькие, а с чего они будут большими, если треть населения не платит налоги, возмущался Вострецов. В «Единой России» уже дали понять, что подобные инициативы фракции не поддерживают, и предложение депутата – это его личная позиция, которая, скорее всего, останется на уровне размышлений. Ладно, давай к нашим новостям. Понятно, что главная новость, она главная, без нее никуда. Но мы с тобой в прошлый раз обсуждали вопрос дорожно-эксплуатационного предприятия, очистки улиц и так далее. Я так, чисто ремарочка, не сильно занимаю ваше время, уважаемые зрители, скажу. Магистраль «Строй» подписал договор с администрацией, но улицы продолжают убирать деп. Так что никуда наш деп не делся, теперь между администрацией и депом есть определенные организации, которые будут администрировать финансовые потоки. Назовем это так. Это, знаешь, как, наверное, на какой-либо работе, когда приходит новый человек какой-то, а что-то делал там всегда, ну, там не предыдущий, а именно другого переложили. Говорят, ну ты же это умеешь как бы делать, ну, продолжай. То есть обязанности вот на этом молодому, на моему зарплату будем платить, но делать будешь ты. Не умеешь, как бы, ну что, сейчас переучим. Ну да, он потом, может быть, научится когда-нибудь. Да, он посмотрит и потом... Ну, в общем, как бы складываются по уборке. Ну, с моей точки зрения, пока вроде ничего. Ну, как бы, я тоже... Пока вроде все нормально. Ну, один момент только был, когда снег вот прямо, наверное, под утро, вот когда вот он выпал, вот тогда, да, может быть, тяжеловато был. Ну, нет, сам факт в том, что это ДЭП. Все-таки это ДЭП. Вот, и, конечно же, тот же самый ДЭП окончательно бесповоротно сдал парк и лыжную базу, и на них начинают проводить разные мероприятия. И с моей точки зрения, ведь главное не просто подписать бумажки. Да, ну, бумажки подписали, акт приняли, ну, где-то что-то, может, не успели, доделывают, вот уже, так сказать, почти январь закончился, все еще доделывают. Но, главное же, что, праздник провести, торжественно открыть. И с учетом этого праздника привлекает людей, мол, посмотрите, ну... Смотрите, да, вот мы же все ждем, а снег же выпал. Ну, поэтому... То есть все же еще присыпало, или уже красиво же стало? Не, ну, я так и не увидел толком, как все, но имеется в виду все равно, как бы с этим, с учетом праздников людей привлекает, что вот вы там не слушайте никого, и придите сами посмотрите, как это все выглядит. Ну, может быть, где-то снег помог, да, как бы... Ну, очень даже помог, я считаю. Не исключено, но, тем не менее, как бы, внешний вид, я думаю... Мы-то с тобой, кстати, видишь, я ошибся, надо признать, я ошибаюсь, вот, ошибся, что снега не будет. Прямо перед Новым годом снег вывалил, прям как надо. Да, кстати. Вот, кстати, это я ошибся, это я помню, так что прошу прощения. Но не ошибся Алексей Викторович, он в своем финальном интервью на радио сказал, еще в прошлом году, что вот теперь-то мы все закончили, и теперь-то, помнишь, ты говорил про того волшебника, который... А, шаман. Да, шаман, который сидит в администрации и управляет снегом. Это Владимир Николаевич Еминцев с точки зрения Голубева, который сказал, что теперь-то уже можно, пора, пускай включай снег, называется. И тут же на следующий день... Включай пуск. Сначала прошел дождик немножко, все подтаяло. Да, перебесен прошел дождик. Вот, но самое главное, что провести соревнования. Не важно, что в актах приемки написано, не важно, что там сделано, не сделано. Вот есть протокол соревнований, вот подпись главного судьи, все. Не приставайте ко мне больше. Дети рады, спортсмены рады. Все прошло замечание, все довольны, все работает, все сдано. Все, отстаньте все. Ну и вот совсем недавно определили дату начала приема заявлений детей в первый класс. Дата 1 февраля, по-моему, с 8.30. С 8.30 и не минуты раньше, товарищи. Не, минуты раньше вы можете приходить, занимайтесь, пожалуйста, за день, за два. Будешь где-то номер 200 в очереди. Мне всегда в таких случаях, когда сейчас же сложно все-таки попасть, там очереди огромные стоят, как мне еще через какое-то, сколько-то лет, но я думаю, к тому времени уже будет. Ну и мне тоже, в принципе, еще два года осталось ждать. Думаю, может быть, полегче как-то это все произойдет, но тем не менее, действительно, говорят, очереди прям огромные стоят. Так а куда? В какие школы? В какие? Ну вот огромные очереди в какую школу? В 17-ю? В 14-ю? В 15-ю, мне кажется. В 15-ю? В 3-ю, в 2-ю. Теперь все, кто прописан на территории 3-й, 15-й, 2-й школы, будут в 1-й класс зачислены в так называемый центр образования. А уже из них будет распределение? То есть это начальная школа этих трех школ. Сами школы, получается, становятся без начальных классов. То есть туда уже это, грубо говоря, как будто выбираешь свой институт? А в дальнейшем, по логике департамента образования, происходит конкурс среди выпускников всех начальных школ города и набирают, соответственно, среднюю школу в лицее и в гимназию. Так, а их всех или каких-то, ну, есть, которые плохо успевают, их вообще куда потом? В другие школы придут? В другие школы, да, на выбор. Кроме этих трех школ, иди, пожалуйста, выбирай. Да, то есть вот отбор, будет реальный отбор в среднюю школу, гимназии, лицея 15-й, 3-й, 2-й гимназии. Ну, с одной стороны, есть в этом логика, да, потому что шла, получается, борьба за места в школах не по реальным способностям учеников, да, а по, ну, не первое, кто проживает, да, второе, по возможностям родителей, которые как-то прописывались на территории, так сказать, приема в эти школы. Мы не можем, к сожалению, идти, мы в двадцать в кабинете прописаны. И вот эти вот ночные бдения, когда там живая очередь родителей стояла там три дня, причем по ночам тоже стояли, дежурили. Самый первый, как приходит, что вот он, ну, вот, кто этот человек, я никогда не видел. У меня был коллега, который также вот, ну, пытался и прошел со своими дочерью, значит, вот во вторую школу, он реально ночью, у него вахта была, там, сыпо, в часах. Был список родителей очереди, то есть там появлялись конфликтные ситуации. В школы там, за теми же айфонами, вот когда вот эти живые очереди стоят, и ведь всегда спрашивают у людей, там, 225-го, 46-го, 1089-го, и ни разу не, что к первому человеку подошли, сказали, а как вот вы вообще первым оказались? Мимо шел, мимо проходил. Я не знаю, что-то проснулся. Не, ну, слушай, с айфонами все просто, первые места занимают, чтобы их потом продать. Ну, это да, может быть. Ну, здесь, конечно, продать не получится. Ну, на самом деле, я считаю, в каком-то смысле правильно это делать, что все начальные классы примерно уравняли. А сам этот центр, он где-то будет в отдельном расположении? Это 19-я школа бывшая, Куйбышева один, да, это бывшая 19-я школа, вот на базе 19-я школа, она у меня, кстати, в округе. Вот, то есть, умеет. То есть, получается, ребенок будет указывать, когда там пишет, напишу школу класса, он будет писать, что это школа. Центр образования. Центр образования, класс первый, там, литера, там, ну, А, или какие-то эти. Ну, да, 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 да. То есть, это теперь... Ну, там будет очень много классов, я так понимаю, все-таки. Ну, все же, из трех школ, если как минимум два начальных класса, то есть, минимум шесть классов, там, первоклассик, да, а их четыре... Да. Я первый же. Первый же. Ну, кстати говоря, почему бы нет? Демографическая ситуация-то улучшается, материнский капитал-то как раз вот уже на подходе. Сейчас они будут... То поколение, которое, да, началось с тех пор. Ну, в принципе, наверное, да, согласен, логика в этом какая-то есть, что... Потому что бывали, да, такие случаи, когда вроде с помощью там каких-то знакомств попадают в школу, а ребенок, ну, просто чисто... Да, опять же, конфликтная ситуация, возникали параллельные очереди, родители, то есть, ну, зачем они все это нужно? Ну, в общем, на этой неделе было, даже не на этой неделе, за первую, можно сказать, половину января этого года у нас, наверное, все новости, да, впереди очень интересные события, у нас поменяется не только федеральная политическая ситуация, но и городская политическая ситуация, на самом деле, меняется, причем очень интересным образом. Сейчас, пока я не буду раскрывать всех тайн, пройдет заседание городской думы, вот, и мы с тобой его обсудим, обсудим события, которые там произойдут. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, с вами был Александр Самофал. И Петр Смирнов. Это был Соседский Wi-Fi, поэтому до встречи через неделю, пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова